Всем привет, это Лиза Краснова и сейчас я хотела бы снять для вас незапланированное видео, потому что у меня появилась свободная минутка и я решила, что быстро, пока есть время, я хочу показать вам свои покупки, которые я свершила в Англии. Я недавно ездила в пресс-тур на пару дней и у меня было ровно 45 минут, чтобы добежать до шопинг-мола, купить там первое, что попадется на глаза из виш-листа и прибежать обратно. Поэтому, если вам интересно узнать, какие интересные штуки недоступные в Украине я купила, то продолжайте смотреть это видео. Я не готовилась к этому видео сильно, поэтому я вам сделала свой 5-минутный макияж, о нем я рассказывала вот здесь. Это реально занимает 5 минут при нужной сноровке. А также я хотела бы вас попросить вот здесь проголосовать за то, какие средства вам было бы интересно увидеть в первую очередь, мой на них тест-драйв. Начну, пожалуй, с коробочки от Charlotte Tilbury. Я делала шопинг в Манчестере в Selfridges. И у них минус первый этаж, это просто бьюти-зона, настолько красиво ты спускаешься вниз на эскалаторе. И не хватает только, знаете, вот этой божественной музыки. Потому что все так круто, красиво оформлено. И один из самых красивых корнеров, это была Charlotte Tilbury. У них был очень большой корнер. И он состоял из нескольких частей. И когда я спросила у консультанта, говорю, что здесь на особым счету, она сказала, да, все универмаги очень счастливы продавать Charlotte Tilbury. Видимо, что это какой-то супер популярный бренд, который привлекает потребителей. Единственный корнер, который был виден прямо с самого верха эскалатора, это был Charlotte. Мне все упаковали в красивую коробку. Хотя, это вроде как подарочная упаковка, если ты ее оплачиваешь. Но поскольку я, видимо, была с очень горящими глазами, я ничего не пробовала от этого бренда. Но мне очень сильно хотелось с ним познакомиться. А девушка мне упаковала все в красивую коробку. Я купила 4 средства. Сейчас открываю, думаю, блин, почему 4? Мне казалось, как будто их было меньше. Честно говоря, когда я увидела это все, у меня разбежались глаза. Первое, конечно, что я хотела, это была палетка теней. И очень я хотела нашумевшую и супер популярную помаду Pillow Talk. Я думаю, что нет человека в мире, который не знает, что это за помада. Мне кажется, те, кто смотрит англоязычный YouTube. Мне очень хотелось попробовать этот бренд. И мне, кстати, очень круто подходит под маникюр. И первое, что я взяла, это вот такая красивая пудра, которую я хочу носить с собой в сумочке. Потому что, во-первых, она очень тонкая, посмотрите, она крошечная. И я не пользуюсь пудрой обычно вот по жизни где-то на ходу. Но если нужно как-то потратить макияж, либо посмотреть на себя, хочется, чтобы это была красивая пудра. Я почему-то думала, что здесь будет, кстати, так же пыльнее, как, например, и в Saint Laurent, либо же в Tom Ford. Вот такая пудра. Она очень здоровская. Я обычно никогда ничего не пробую в корнерах, потому что у меня всегда есть макияж. То есть, когда я прихожу на шопинг, у меня есть макияж на мне. И она мне говорит, что давайте я на вас нанесу продукты, которые вы выбрали. Я как-то так замешкалась. То есть, и она была такая вежливая, знаете, в Европе все настолько вежливые, что тебе неудобно им отказать. Когда она говорит, давайте я сделаю вам макияж, нанесу все эти средства, которые вы хотите купить. У меня уже был макияж, с которым я уже ходила. И почему-то я ей сказала, давайте. Хотя это вообще не я. Я никогда так не делаю, ну потому что это не очень гигиенично. У нее были супер чистые кисти, все было класс. Но просто сам факт наносить макияж уже на макияж, с которым ты ходишь, это как-то фу. Но тут я не смогла реально ей отказать, потому что она была гипер-вежливая. Все названия, все оттенки полные я напишу внизу в инфобоксе, просто чтобы сейчас не заикаться перед камерой. Она мне нанесла консилер, я вам его дальше покажу, и сверху закрепила его пудрой. И уже на существующий макияж все легло идеально. Я когда это увидела, я не могла поверить своим глазам. Я просто когда это увидела, я подумала, что такой пудрой можно действительно подправлять макияж в течение дня, и он не будет выглядеть вот такими кусками пирогом. Ну единственный минус, что вот из-за того, что такая вся поверхность, она будет залапываться пальцами, но что уж поделать. Я хотела вот эти тени, пилоток, по-моему, тоже они называются, но их не было. И я взяла другие, но мне кажется, они не менее прекрасные, и этими тенями была накрашена девушка. Это базовая палетка, я взяла то, чем я буду пользоваться, потому что сначала я хотела взять какие-то такие сиреневые, либо же изумрудные, потом поняла, что я не буду их использовать, а эти тени будут со мной. Я хочу это все потестировать вместе с вами впервые, потому что мне хочется разделить с вами радость этого первого прикосновения, и когда я делаю распаковки в моей рубрике «А ты не лопнешь», ссылку на нее здесь оставлю, многие из вас пишут, что я настолько на все реагирую, что вы как будто бы тоже это чувствуете, то есть через экран передаются мои эмоции. И эти покупки, я их сильно хотела, и я бы очень хотела, чтобы вы ощутили мои эмоции, поэтому я была бы рада, если вы проголосуете за то, что вам интересно попробовать со мной в первую очередь. И я взяла вот такой консилер, пушинка, терпеть не могу вот такие аппликаторы, но я думаю, что его можно просто оторвать. Мне больше нравятся те, которые с кисточкой, очень красивая упаковка, все вот такое розовое золото. Конечно, я много говорю об упаковке, мы с вами уже видео про тональный крем в тюбике, я вот здесь ссылку оставлю, обсуждали, должна ли упаковка быть лакшери и брать за это дополнительные деньги. Поэтому я, конечно, делаю акцент на упаковке, но упаковка это совершенно не главное, но приятно, когда она красивая. И последнее средство из этой коробочки, это помада Pillow Talk, красивая, кстати. Когда я ее увидела просто, как она стояла как помада, я посмотрела и подумала, блин, это совсем не то, чего я ожидала. Я думала, что она будет нюдово-коричневая, а когда я нанесла ее на руку, она выглядела просто розовой. Я говорю, типа фу, такая розовая, прям просечи розовый был. Она мне говорит, вам нужно ее нанести, она на всех смотрится по-разному. И когда я ее нанесла, она реально была совершенно другого оттенка. И как мне объяснила это консультант, то есть чтобы одна помада на всех выглядела по-разному. На губах она действительно немного иначе выглядит. То есть, возможно, это еще зависит от макияжа, который будет на вас нанесен. Ну, в общем, это была моя первая партия покупок. Сейчас я покажу вам пакетик от Christian L'Optown. Здесь, конечно же, не легендарный лак для ногтей от Christian L'Optown, как многие могли подумать. Я ногти не окрашиваю лаком уже, наверное, лет года 3, так точно. А так, чтобы вот прям постоянно года 3. А, наверное, еще до этого с переменным успехом, как появился гей-лак, я перестала практически полностью пользоваться лаками. Я купила два продукта, и один из них суперновинка, это кремовый тень. Я вам сейчас их покажу в первую очередь. Конечно, упаковка, и то, как сделан корнер, и все такое люксовое невероятное. Но часто за этим, насколько я поняла, скрывается такое себе посредственное качество. Но я не могла пройти мимо вот этого оттенка. Он такой красивый. Это кремовый тень для глаз. Они только-только появились. Когда она мне сказала, что это новинка, я поняла, что зажглась такая лампочка. Надо купить и протестировать. Я надеюсь, что вам будет интересно это сделать вместе со мной. Ей, в принципе, можно прибить кого-то. И у меня, когда я проходила контроль безопасности, меня задержали из-за этой косметики. Так что, в принципе, это опасная косметика в прямом смысле слова. Это была самая, пожалуй, дорогая покупка. Мне кажется, что стоимость этих двух продуктов стоила больше, чем весь тот пакет от Шеллот Тилбери. И вот такого оттенка помады, в принципе, очень близка к Шеллот Тилбери. Но та, более матовая, это кремовая, глянцевая. Мне понравилось, как она блестит. Она такая, как глянцевая, как будто мокрые губы. Очень красивый эффект. Я поэтому ее и взяла. Я надеюсь, что по качеству она будет не такая ужасная, как, кажется, матовая помада. На них все жалуются. Также я одна из тех, кто зафанател по коллекции Диор Бэкстейдж. У нас в Украине она не представлена, к сожалению, пока что. Но я хотела себе тональный крем, потому что все его очень нахваливали. К сожалению, все светлайтынки разобрали. Но я отхватила себе вот такую палетку теней. Такая малышка, очень красивая. Мне понравилась идея того, что здесь сразу же находится база. Единственное, что кто-то говорит, что база пачкается из-за того, что сухая текстура на нее попадает. Но в любом случае это удобно, что все вместе сразу собрано. Такие красивые оттенки. Я, честно говоря, очень вот смотрю на нее, и мне прям хочется вот так мукнуть в лицо и вот так вот в них сделать. Здесь матовые и сатиновые цвета. Она вроде бы как будто бы все они одинаковые, но когда их наносишь, они действительно выглядят по-разному в плане... По-разному оттеняют цвет глаз. Вот мне красиво с такими цветами. Я думаю, что девушкам с зелеными глазами эта палетка будет просто прям супер-супер подходить. Если вы пробовали эти тени, расскажите. Потому что раньше тени Dior, ну знаете, не отличались особым качеством и пигментацией. Но эти тени все очень хвалят. Не знаю, либо они хвалят это потому, что просто инсу прислали, и надо хвалить. Но я купила, и я надеюсь, что я смогу их похвалить от чистой души. У нас продается в Украине этот бренд. Это Giorgio Armani. Хайлайт, вот сейчас он на мне, очень деликатный, очень нежный. На самом деле это не хайлайтер, это пудра из серии Neo... Neo что-то. Я забыла. Там еще, если вы видели в белых флаконах, такие кремовые контуринг, румяна, хайлайтер. Мне понравилась очень эта пудра. Это на самом деле просто обычная пудра, но я ее использую как хайлайтер. И она дает такое красивое свечение. Я думаю, что зимой, возможно, я попробую использовать ее на большую часть своего лица. Ну, потому что я люблю матовую эту зону. Хотя вот где-то здесь и для видео будет очень-очень красиво. Neo Nude. Я вспомнила название этой коллекции. И здесь есть кисточка. Кстати, кисточка прям мягкая очень. А, кстати, оттенок вот этой крышечки соответствует оттенку самого продукта внутри. Ну, по крайней мере, так мне сказал консультант в Корнер. И огромной отличительной чертой шоппинга за границей и шоппинга у нас является то, что тебе дают огромную горку пробников. Или там, если нет продукта, который тебе понравился, они готовы, если есть возможность, например, как тональный крем, налить тебе его в специальные маленькие баночки, которые у них есть. В Корнере Dior. Там был консультант мальчик. Он, конечно, был такой перепуганный, потому что я все снимала в сторис. Он мне говорит, давайте я вам красиво разложу, давайте буду держать, давайте буду открывать. Я говорю, нет времени. Вот реально, у меня было 15 минут, чтобы добежать туда-обратно. И вот полчаса на шоппинг, причем каждый хотел меня накрасить. Каждый хотел сделать лучший сервис. И, с одной стороны, это мега приятно, с другой стороны, когда ты спешишь, ты не хочешь убежать людей, это их работа. Ты понимаешь, что они горят этим, но ты не можешь насладиться этим чувством, и это немножко грустно, потому что они так чуть-чуть смущаются, да, их на это обучили, они хотят показать все свои лучшие качества. А ты такая пришла, женщина из Восточной Европы, говоришь, не нужно мне это все, ваш сервис, давайте быстро мои банки. Это было немного грустно. И поскольку не было оттенков светлых тонального крема моего, мальчик, консультант, мальчик, как-то пренебрежительно немного, вот такие малюсенькие красивенные баночки, добавил мне три оттенка тонального, которые, по его мнению, должны мне подойти. И сказал, что когда вы попробуете, вы возвращаетесь, либо же оставьте свой номер телефона, я вам позвоню, когда они приедут, и отправлю вам там почту или как-то. И когда я ему сказала, что я не из Англии, и я не смогу приехать, он мне сказал, ну ничего страшного, я все равно хочу, чтобы вы попробовали наш замечательный тональный крем. И отлили мне целых три довольно большие, это даже больше, чем миниатюра, потому что, знаете, у нас в Украине, честно, если ты придешь с такой баночкой, тебе скажут, пошла отсюда. Кто-то говорит, что у нас нет баночек, мы вам ничего отливать не будем, то есть это, конечно, зависит от консультанта, но обычно я делаю каменное лицо, в отдельной ритуале у нас есть, продаются такие маленькие баночки, я там их покупаю, прям за сколько они тут, не помню, короче, все дико бесятся. Но по-другому никак, вы имеете право на то, чтобы попросить либо тестер, пробник, если его нет, вы можете претендовать на то, чтобы вот в таких малышей себе отлить продукт. Вы видите, в Европе есть специально, здесь даже логотипчик Кристиан Диор присутствует, то есть это законно. Законно, просто у нас не рады тебе, когда ты приходишь в магазин, потому что ты же приносишь туда свои деньги, которые там никому не нужны. Мне все положили вот в такой красивый пакетик, потому что этот прекрасный мальчик сказал, что все должно быть красиво упаковано, чтобы оно у вас не потерялось, не развалилось и все было чики-пики. Также, поскольку вышли новые помады, они у нас были уже презентованы в Украине у некоторых блогеров. Он мне подарил маленький набор, он сказал, что это подарок для наших вип-клиентов, не знаю, намекал ли он на то, что хотя я и не вип-клиент, он мне все равно презентовал эту штуку, либо же я стала для него вип-клиентом, но вот такие вот малышки помады, здесь есть маленькая кисточка. Конечно, такие пробнички не очень удобно носить с собой, но по крайней мере попробовать для какого-то видео мы с вами вполне можем, так что здесь очень красивый оттенок, мне нравится 777, такая шальная морковка. Дальше у меня есть несколько пробников от Шелла Тилбери, 2 крема под глаза, кстати, говорят, что у Шелла Тилбери очень классный уход, а потом 2 оттенка Wonder Glow. Я еще у всех в кольвере спрашивала, какое ваше любимое средство у бренда, которое вы представляете, и вот эта девочка мне дала вот эти 2 пробника, но как бы, знаете, когда я говорила им, что я не вернусь, что я не отсюда, они мне говорили, ничего страшного, мы все равно вам дадим, вы же сделали покупку, хотим, чтобы вы попробовали больше наших классных средств. Также, поскольку я совершила покупку больше, чем на 50 или 70, я не помню, сколько была точно сумма, там у них была акция, если ты покупаешь на больше, чем какую-то сумму, тебе дарят в подарок полноразмерный карандаш для губ, и она мне подарила карандаш Pillow Top, который подходит идеально под мою помаду, ну или же просто этот только карандаш дарили, или только потому, что я купила эту помаду, она под него подбрала. Я теперь полностью припакована, шарлотил, брия мега счастлива, и мне действительно очень приятно совершать покупки за границей, потому что тебя всегда очень любят и ждут, и тебе все улыбаются, и тебе все счастливы. В Giorgio Armani, несмотря на то, что я совершила всего одну покупку, мне подарили вот такую миниатюру помады, это новая помада, вот такая малышка, потрясающий, оттенок 102, очень красивый. Есть, возможно, проблема в том, что не все бренды заказывают у нас такие миниатюрки, но есть проблема в том, что у нас их просто деребанят между собой продавцы-консультанты, что тоже нелико, не секрет. И вот такие маленькие баночки мне тоже девушка, которая в корнере работала, она сказала, что ее любимый тональный крем, и она мне его вот в такие вот малышки, тоже специальные с логотипом бренда, и на обратной стороне написала мне оттенки. В общем, я теперь могу пробовать, не перепробовать, и также вот в таком маленьком домике скрывается вот такой красивый пробник аромата. Очень похож этот флакон, знаете, когда вот завязываешь волосы в хвостик, а потом через резинку их вот так вот прокручиваешь, пропускаешь, либо же как булочка-косичка. Простите, ради бога, но именно такие у меня ассоциации, давно я просто не ела булочки. Аромат, конечно, совсем не мой, это было все, кстати, что у них было из пробников, потому что вот именно в этом корнере мне девушка сказала, что поскольку они мега-люксовый бренд, они не раздают свою продукцию в тестерах, ну, в смысле, в пробниках, в миниатюрках, и вот они себя позиционируют так, что значит, мы настолько роскошные, что вы должны купить нашу большую тюру, и как бы все. Кстати, так и есть, вот два продукта от Кристиан Лобутан 108 фунтов, а четыре средства от Шарлот Тилбери 121, то есть как бы очень-очень-очень все небюджетно. Помада, кстати, стоила почти в два раза дешевле, чем тени, я надеюсь, что тени этого стоят. Такие были мои покупки, я надеюсь, что вот здесь вы проголосуете. Если вы пробовали что-то из этих средств, пожалуйста, в комментариях мне напишите, я буду рада вашему мнению. Мне просто хотелось показать, что я купила, потому что многие из вас спрашивали, конечно, покупок не очень много, но я, наверное, как обычно, развезла это на 25 минут видео. Извините, я когда сажусь снимать, поскольку это случается редко, меня просто прорывает. Спасибо вам большое за просмотр этого видео, я надеюсь, что немножко вас как-нибудь развлекла-отвлекла. Я желаю вам прекрасного дня, желаю вам прекрасного настроения и до новых встреч, пока! Субтитры сделал DimaTorzok